Привет, друзья! Вы смотрите Dreamcar. И сегодня, в этот зимний и холодный вечер, мы с Артемом хотим вернуться в прекрасный сезон, гоночный сезон 2020 года, и рассказать вам о бюджете участия в гоночном сезоне Time Attack в Украине. На примере наших машин и машин наших конкурентов. Поэтому поехали! Субтитры делал DimaTorzok Тебе нужно водительское удостоверение. Трактирист-машинист. Следующий пункт, который тебе понадобится, тебе нужно будет сделать гоночную лицензию пилота. Ее ты сможешь оформить, почитав информацию на сайте Федерации автоспорта Украины, или обратиться к организаторам гонок. Они смогут оформить ее как разовую, так и на целый год. Помимо этого, тебе еще понадобится страховка. Также она есть единоразовая и годовая. Все, платим стартовый взнос и полетели. Переходим к бюджету. Я на своей Хонде Civic EG, видео о котором вы можете посмотреть по ссылочке здесь, выступаю в двух гоночных сериях по Time Attack в Украине. Это гоночная серия RTR Time Attack, которая проходит в городе Киев на автодроме Чайка, и United Time Attack Series, который проводится на картодроме Лутава, а также в городе Каменске на картодроме Днепрокарт. Итак, разберем бюджет гоночного сезона на примере 2020 года. Участие в гоночной серии RTR Time Attack 4 этапа на сезон обошлись мне в 6 тысяч гривен. В United Time Attack Series 5 гоночных этапов обошлись в 13 тысяч гривен. И дополнительные классы, в которых я участвовал, еще по 600 гривен за каждой. Это еще 3 тысячи гривен. Итого, стартовые взносы 21 тысячи. Переходим к транспортным расходам. Civic ездит на соревнования не своим ходом. Он ездит прицепленный за техничку на жесткой сцепке. Дорога в Киев 4 раза в год обходится мне в 9 тысяч 800 гривен. А Полтава и Днепрокарт выходят мне еще в 3 тысячи 200 гривен. Это 5 выездов. Следующий пункт. Проживание. На каждом гоночном этапе мы находимся в других городах как минимум 3 дня. Это, соответственно, порядка 500-600 гривен за ночь в гостинице. Итого, в Киеве проживание нам охотится за 4 выезда 4 тысячи 200 гривен. В Полтаве и в Каменском это 4 с половиной тысячи, потому что у нас 5 выездов. И поскольку пилоты тоже должны чем-то кормиться, питание за все гоночные уикенды набегает порядка 13,5 тысяч гривен, если там сильно не шиковать. И вернемся, наконец-то, к гонкам. Первое, что нужно для автомобиля, для того, чтобы он ехал быстро, это покрышки. Мне на гоночный сезон как минимум нужно 8 покрышек и средняя цена их 75 долларов. Итого, стоимость покрышек в районе 17 тысяч гривен. Топливо. Мой Сивик ездит на спиртовом топливе, стоимость которого 18-19 гривен. На гоночный уикенд мне нужно 40 литров на 9 выездов. Итого, получается 6,5 тысяч гривен на гоночный сезон. Не забываем про обслуживание. 4 замены масла как минимум, плюс фильтра. Это еще 2,5-3 тысячи гривен. И мы плавненько подходим к финальной цифре. Итого мы получаем 83 тысячи гривен. Парам-парам-пам. Пум. Сезон с едой. Бездеж. С едой, с проживанием, с резиной, со всем. Внимание, мне нужно взять слово. Это пи***ь. Нет. А еще пизда. Это не может быть такого. Может быть. Мусор складывается. В общем, друзья, что я вам хочу сказать. Вадим, пожалуйста, заглохни. Но все эти расходы вам помогут сократить спонсоры. Для того, чтобы найти спонсора, вам, конечно, нужно вначале показать результат. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам, которые поддерживали меня в 2020 году. Это компания SOL7, а также Stage7Shop. И, конечно же, не про MotorInvest. Поэтому, друзья, выезжайте, показывайте результаты, и все у вас будет хорошо. А я передаю микрофон Вадиму, который сейчас будет ныть, что его гоночный сезон стоит, как мои, два Сивика. А сейчас небольшое отступление для наших жен, родственников, коллег и налоговой инспекции. Все цифры придуманы и совпадения случайны. А поэтому смотрите это видео до конца и не переключайте. Ну, а пока вы не узнали, сколько тратит Вадим на гоночную движуху, давайте перенесемся на один из этапов в Полтаву и узнаем, сколько тратит денег наши конкуренты. Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, сколько тебе обходит с этапом? Что, честно? Ну, нож приврать. Будем затикать. С поломками? Да, вообще, вот с выездами, с поломками, с техничкой. Вот у меня сезон выходит, ну, плюс-минус. Десятка. Десятка баксов в сезон. Отлично, хорошо. Часто ломает? Да, да, да. Через раз. Через раз ломает. Ой, японцы уже вещи не делают. Немцы вещи делают. Десятка баксов в сезон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok артём меня зовут его тоже артём зовут он бухать сюда приезжает обычно а я ездить так только после он постолька поскольку это тяжело совмещать до постоянно получается не только у меня кстати таких же этот из-за продвижения молодежь на предыдущем этом у тебя брали интервью ты сказал что на этап на сезон это с бухлом или бухлой день мнение на бухло еще десятка и это только на бухло к полезной информации сколько у тебя выходит сезон то сложно сказать ты ломаешь тачки меньше чем не наверно больше да то есть я подороже наверно да это пьешь 100 процентов компенсирует а то на трубку а теперь ты скажешь не ну сложно сказать сколько каждый раз по-разному честно считать не хочется мы сумели поймать невероятно быстрого пилота мало того что он практически такой же быстрый как и я помимо этого он еще практически так уже и красивый как я собственно это мой главный конкурент евгений в классе gt300 с которым у нас заруба была весь сезон но по концов я немножко сдал но ничего он молодец сколько у тебя обходится сезон тебе в эквиваленте у я или как тебе не так не не больно вот примерно стоимость этого автомобиля вот но это сезон около десятки ремонт и бензин если все брать жилье от отелей наркотики поститутся наркотики повисеть с вами побухать все расходники это идет в резине а и тормоза перегревались вы тормозу и поэтому скорее всего надо посчитать комплект сколько комплектов резины столько будет в принципе бюджет ну примерно резины у меня 4 комплекта не 5 комплектов по где-то 4000 долларов потратили на резину в этом сезоне но даже логистика приехать участие в гонках опять же никто не читал но можно посчитать 5 этапов ну примерно еще 1000 долларов но если не считая проживание и еды тут наверно да если с проживанием и едой давайте две а весна пусть будет две а и 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 Смотрите, у нас серия про стоимость сезона. Сколько тебе стоил сезон плюс-минус? Включая резину, доработки, тренировки, выезды, техническое обслуживание. Для своего успокоения я специально не подсчитываю стоимость этого. Но скажу как минимум то, что по доработокам машину я абсолютно не дорабатывал. Применены за сезон передние колодки, но они еще с прошлого сезона были. Комплект колодок и три комплекта резины. Два комплекта Каппа и один комплект Эко Хаммы. Это вот все сколько примерно в долларах? Наверное, если учитывать еще диски, которые были еще зимой приобретены под Эко Хамму, ну где-то 5 плюс, наверное. 5 плюс на резиную колодку? Да. Так, выезды, бензины, отельчики. Это настолько все индивидуально. Не, ну как бы гостиница 2 дня это 100 долларов. Как бы дорога туда-сюда это там еще там 150 долларов, 200, 300, 300. Ну в принципе 500 долларов, если так. Этап, да. Это проезд, проживание, питание. А сколько этапов было получается в этом году? Здесь было 5 в этой серии. В этой было 5 плюс РТРа было? 4, но РТРа легче, там другие расходы, потому что он по месту для меня, это домашний этап. И 7 этапов Карреры, которые пересекались с полтавскими и киевскими этапами. А сейчас поставь это видео на паузу и напиши в комментарии, куда бы ты потратил этот бюджет, который мы тратим на гонки. Субтитры сделал DimaTorzok Я на своем Porsche 911 выступаю в трех национальных сериях. Две из них, про которые рассказал Артем, это РТР Time Attack и United Time Attack Series. А также в Украине есть монокубок Porsche Carrera Time Attack, в котором выступают исключительно автомобили марки Porsche. И в нем я также принимаю участие. В 2020 году я участвовал в 9 этапах. Каждый этап, с учетом тренировок и нескольких классов, в которых я участвовал каждый раз, стоил примерно 3000 гривен. А поэтому с учетом стоимости годовой лицензии, если мы округлим, стоимость лицензии и стартовых взносов на весь год мне обошлась примерно в 1000 долларов. Следующим важным пунктом в общем бюджете сезона является пидор, который ходит всегда на заднем плане. Следующий важный пункт это логистика, питание и проживание в месте проведения соревнований. В Украине таких мест в принципе три. Это Киев, Полтава и Днепр. А соответственно для того, чтобы добраться до места проведения соревнований, в моем случае я езжу на том же автомобиле, на котором и выступаю, мне не нужен лафет, команда, то в среднем за один этап я трачу примерно 200-250 долларов в зависимости от города, в котором это соревнование проходит. Соответственно этапов было 9 и в общем за год я потратил около 2000 долларов на логистику, питание и проживание. Следующий пункт бюджета гоночного сезона это топливо, которое будет сжигать ваш автомобиль во время движения по треку. И в моем случае это примерно 60-70 литров за один этап. Умножаем это на стоимость сотого или девяносто восьмого бензина и получаем примерно 60-70 долларов за один этап. Итого по итогам сезона это получается примерно еще 600 долларов. Следующий важный и иногда очень дорогой пункт в бюджете это резина. Вы можете приезжать на соревнования на той же резине, на которой ездите по городу, но если вы участвуете на подготовленном автомобиле или в нескольких классах, где используется разная резина, то бюджет резины может доходить до 4 или даже 5 тысяч долларов в год, как в моем случае. Я езжу в двух классах, мне нужно 3-4 комплекта резины на сезон и стоит она на 911, увы, не дешево. И еще один пункт, о котором уже говорил Артем, это техническое обслуживание, замена жидкости и расходников в вашем автомобиле. Иногда это может стоить ноль денег, если вы приезжаете на пару соревнований в год и просто делаете плановое ТО. Но если вы полностью весь сезон проезжаете, то это минимум 2 технических обслуживания. И если у вас достаточно небюджетный автомобиль, в котором много технологий, запчасти стоят дорого, то, как в моем случае, это может стоить примерно 2 тысячи долларов за сезон. Колодки, фильтра, масла и ТО. Следующим пунктом, который вам обязательно понадобится для участия в гоночных соревнованиях, является экипировка. Вся экипировка, если не брать самый топовый уровень для Формулы 1, обойдется вам примерно в тысячу долларов. Итого, весь гоночный сезон 2020 года для меня и моего Порше 911 стоил 12 тысяч долларов примерно. Проваливай! Ты не успевай больше возвращаться! Бабить! Зачем я за тебя замуж вышла? И это на самом деле еще достаточно бюджетно, потому что не было поломок, потому что я не дорабатывал автомобиль и резины использовал в принципе по минимуму. А поэтому сейчас самое время сказать, на чем еще можно сэкономить. Первое, что вы можете сделать, это покупать абонементы на участие во всем гоночном сезоне. Это то, чего я не сделал в 2020 году, но обязательно сделаю в 2021. Это позволяет вам сэкономить примерно 20-30% на стартовых взносах, которые вы платите, так или иначе участвуя в соревнованиях. Вы можете экономить на резине. Для тренировок не обязательно использовать новую резину или какую-то высокопроизводительную и дорогую. Вы можете ездить на бэушной резине, либо на той, которая осталась, либо на той, которую вы купили где-нибудь на OLX буквально за 150-200 долларов комплект. Поверьте, вам этого будет достаточно для того, чтобы тренироваться. Ну а теперь для всех тех, кто будет говорить, что мы тратим очень много денег, и все эти суммы не стоят того, что мы взамен получаем. Ребята, вы не правы. Мы получаем здесь столько эмоций и заряжаемся позитивом, поверьте, на всю будущую рабочую неделю или месяц после этапа, что готовы платить и вдвое, втрое больше. На самом деле, не важно, какой у вас бюджет. Главное, это та атмосфера, за которой вы приезжаете на каждое гоночное соревнование. И даже суть не в самой гонке, не в тех эмоциях, которые вы получаете за рулем этого автомобиля. Эмоции от того, когда вы общаетесь с теми людьми, которые вас окружают. Потому что люди, друзья вокруг вас – это самое главное. Поэтому попробуйте хоть раз приехать, почувствуйте всю эту дружескую, ламповую атмосферу, когда каждый приходит на выручку друг к другу, каждый помогает, делится своими автомобилями, своими запчастями, своими покрышками и всегда готов прийти на помощь. Это невероятно круто. Мы очень ценим этот круг людей, которых мы приобрели за все эти годы участия в соревнованиях. И это самое важное и самое главное. Даже без автомобиля мы будем ездить на все гонки. И на самом деле, это знаменитая фраза о том, что в автоспорте можно стать миллионером, только придя в него миллиардером. Правдиво. Но она не полная. Потому что в окончании ее я бы говорил, что вы будете счастливым миллионером. Но, поверьте, люди тратят разные деньги на разные развлечения и разный досуг. И отдыхать на пляже кому-то весело. Кто-то катается на лыжах. А мы, мы больны автомобилями. И именно здесь мы получаем все те эмоции, за которые готовы выкладывать такие большие деньги. И с вами была вся команда Дримкар, Вадим, Артем, оператор наш Ростислав. Наше новое оборудование, которое стоит не химических денег. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Задавайте нам свои вопросы. Мы обязательно будем на них отвечать. Подписывайтесь на наш канал. Следите за нашим инстаграмом, сайтом, фейсбуком, если вы старпер. И до встречи в следующий четверг. Теперь песня. Подожди, дожди, дожди. Ты оставишься тут позади. Ляп. Итак, друзья. Первое, что вы должны знать. Первое. Первое. Ну петличка, ну ебаный ж ты б***стос. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok